Теперь рассмотрим следующую задачу из области шахмат. Так, у нас имеется шахматная доска размером 8 на 8 клеток. 7 столбцов. И у нас есть два офицера. Это вот такие вот офицеры. Я вам напоминаю, в шахматах офицер ходит по диагонали. То есть, если мы поставим сюда офицера, он бьет или может пойти по диагонали. Вот на эти вот клетки. Хорошо. Итак, что мы делаем? Мы ставим этих двух офицеров случайно, равновероятно, на две пустые клетки. То есть, вероятность любой комбинации выбора двух клеток для этих офицеров одинакова. Нельзя ставить двух офицеров в одну клетку. То есть, мы можем поставить офицеры сюда и офицеры сюда. Или офицеры сюда и офицеры сюда. Куда угодно. В любые две клетки мы можем поставить двух офицеров. Вероятность выбрать две конкретные клетки одинакова для любых клеток. Вопрос. Какова вероятность, что после того, как мы поставим двух офицеров, иногда их называют слонами, слонов, они будут бить друг друга. В данном случае, два офицера друг другу угрожают, друг другу бьют. В данном случае, два офицеры друг другу угрожают, друг другу бьют. А вот, в таком случае, один офицер не угрожает этого. Какова вероятность, что, если мы случайно поставим двух офицеров на досуг размером 8х8, они будут бить друг друга. Попробуйте решить эту задачу самостоятельно Хорошо Теперь давайте посмотрим, как можно решить эту задачу, используя формулу полной вероятности Давайте посмотрим, где может быть первый офицер В принципе, он может быть в любом месте Давайте начнем вот с этого округа Предположим, первый офицер стоит тут Какова вероятность, что он будет бить второго офицера? Он будет бить второго офицера, если второй офицер будет стоять на этой диагонали Семь вариантов, а всего для второго офицера есть 63 места, где можно его поставить То есть, если первый офицер стоит тут, то вероятность, что он будет бить второго офицера равняется 7,63 обратите внимание у нас есть 64 вариант зависимости от того где будет стоять 1 офицеру можно найти вероятность того что убить будет пить угрожать второму например вот для этой клеточки вероятность что он будет пить второго офицера 763 и теперь в принципе рассмотреть все 64 варианта того где можете 1 офицер мы получим такое большое дерево и воспользовавшись формула полной вероятности мы можем решить можно ли упростить оказывается может нам не нужно такое детальное разбиение задачи на случай 64 нам понадобится разбиение на 400 если 1 офицер стоит в одной из желтых это первый случай если 1 офицер стоит в одной из красных это 2 7 перед 1 офицер стоит в одну из зелёных клеток это 3 случная и если первых и тер стоит в одной из давайте скажем орачив и так это 4 как видите решить задачу можно с помощью формулы полной вероятности разными способами. И мы воспользуемся более компактным способом, когда мы разбиваем задачу всего лишь на 4 случая, а не на 64. Давайте посмотрим желтый случай. Какова вероятность, что первый офицер попадет в желтую клеточку? Посчитаем 8 клеток тут, 8 тут это 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 64. С вероятностью 28 и 64 первый офицер попадет в одну из желтых клеток. А что характеризуют желтые клетки? Желтые клетки характеризуют то, что если офицер стоит желтой клетки, то под боем находится ровно 7 клеток. И в таком случае наш офицер будет пить второго офицера с вероятностью 7,63. Видите, 7 клеток. 7,63. Какова вероятность, что офицер будет стоять в красном поле? Сколько есть клеток? Раз, два, три, четыре, пять, 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 десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Первый офицер будет стоять в одной из красных клеток с вероятностью 18,64. Чем уникальны красные клетки? Они уникальны тем, что если офицер стоит в красной клетке, то он бьет 9 клеток. Поэтому если у нас офицер будет стоять в одну из красных клеток, вероятность, что он будет бить второго офицера равняется 9,63. Я думаю, идею вы уловили. Если наш офицер будет стоять в зеленой клетке, прежде всего, какова вероятность, что он попадет на зеленую клеточку? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 12, 64. Тут я ошибся, друзья, должно быть 20, не 18, а 20. Если этот офицер стоит в зеленой клетке, то под боем находится, давайте посмотрим, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать клеток. Соответственно, вероятность, что он будет бить второго офицера равняется 11,63. Давайте выделим это красным цветом. А зеленым, извините, это красным, а вот это зеленым. И последний случай. А раньше. Если первый офицер стоит в одной из ранжевых клеток, вероятность этого 4,64, то в таком случае офицер пьет достаточно много клеток. Да? Посчитайте, сколько? 7 и 7. Давайте посчитаем вместе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Тринадцать клеток. Тринадцать клеток. Тринадцать клеток. Тринадцать, шестьдесят четвертых. Вот они все случаи. Теперь, применяя формулу по вероятности, мы получаем с вами это решение. Ответ 28,64 умножить на 7,63 плюс 20,64 умножить на 9,63 плюс 12,64 умножить на 9,63 и плюс 4,64 умножить на 13,63 третье. Как видите, вот такую вот интересную задачу, неожиданное решение с помощью формулы полной вероятности. Причем, вот это вот удачное распиение на 4 случая сэкономило нам работу. Мы могли бы остаться с распиением на 64 случая, а не на 4, но тогда нам бы пришлось больше работать. Встретимся после перемен.